Когда-то вот эти молодые люди, эти подростки были, ну вот как на первом ряду, которые сидят, когда-то еще меньше. И никто не мог с позиции вот такого вот возраста рассмотреть, что это вырастут благовестники, что они будут так смело, с радостью, с гитарами или там еще с какими-то музыкальными инструментами перед взрослыми, даже перед представителями каких-то властей, смело будут свидетельствовать об Иисусе Христе. Никто не мог видеть, как это подробно будет, но мамы, папы, бабушки, дедушки несли и говорили примерно такие слова. Отец Небесный, хочу, чтобы они выросли благовестниками, проповедниками, музыкантами Твои, славящими имя Твое, певцами пред лицом Твоим. Ну было такое или нет? Ну честно, сознатесь. А когда видим уже осуществление ожидаемого, говорим, Бог, как Ты славен, аллилуйя, слава Господу. Возлюбленный, я рад тому, что делает Бог вместе с вами, всей церковью. Это, понимаете, это вот все участие, может быть какое-то напряжение. Мы сегодня слышали, через молодежь нам Бог напоминал, через подростков, что надо прилагать усилия. Царство Божье силой уберется. И вот вся церковь прилагал это святое усилие. Насколько Бог каждому дал, кто молитвой, кто словом, кто наставлением, кто своим кошельком, кто машинами, кто чем Бог дал. Господи, чтобы прославилось Твое имя, как Ты нам дашь. И вот во что это все осуществилось. Я хочу, друзья, из первого послания Коринфянам прочитать два стиха из 15 главы. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы и всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Слава Богу! И я думал, вот столько труда уже вложено и там по местными церквями, и церковью Томска вложено, вот чтобы пробиваться, пробиваться в эти углы тайги, той все замороженной сибирской земли, как она называется на наречии местном, обозначает сонная земля или спящая земля. Сибирь, так вот, значение такое имеет это слово. И говорю на нескольких таких служениях там, я говорю, взрослые, пожалуйста, воздержитесь, чтобы не подсказывать детям ответы на вопросы, которые я задам. Вы согласны? Они так смотрю, кивают. Говорю, дети, кто из вас верит, что он произошел от обезьяны? Тишина. А кто из вас верит, что вас сотворил Бог? Ах, лес рук таких. Слава Богу! Для меня Россия не земля, для меня Россия люди, живущие здесь. Слава Господу! И если эти люди с малого уже верят, что они не от обезьяны, а их Бог сотворил людьми, и теперь уже, смотрите, как поменялось, возлюбленные, труд ваш не тщетен перед Господом. Возьмем 20 лет, отмотаем назад. На этот вопрос кто-то бы и знал, что он не от обезьяны, а Бог сотворил. Но руку-то поднять, это значит еще дальше быть сосланным. А 30 лет это может быть назад, то уже и без жизни останешься. А сегодня так все поменялось. И это труд церкви, это дело Бога, но он делает-то все через людей. Слава Господу! И людей берет в удел и употребляет. И смотрите, сегодня вот эта не тщетность труда церкви, сегодня на этой земле, сегодня эти люди, которых благая весть убедила глубже, чем безбожная информация, сделала их смелыми и способными публично признать, что они творение Бога, и что Бог есть, и при всем народе поднять руки и сказать, да, меня Бог сотворил. Слава Богу! Верующих бывает, публично о чем-то спросишь, они в своем сердце знают, среди собрания верующих, не среди безбожников. Среди собрания верующих, казалось бы, смелее говорить о благословениях Божьих. Ну так или нет? Так спроси их, ты имеешь такое благословение? Застесняются. Руку поднять при всех стыдно. Наедине потом придут и скажут, да, брат Вадим, я это имею. Ну просто постеснялся. А они посмелее оказываются, посмелее оказываются. Труд ваш не тщетен перед Господом. Вы знаете, друзья, мы там и зеленые были, и бледные, и употребленный многими завтрак от дороги, ну, выходил обратно. Когда мы думали, едем, благословение такое нас утром, и там суйги, все, в Колпашево нам надо пробиться, на Могочинской переправе нам нужно было пешком переходить через лед обратно, а там на том берегу, на левом, нас ждали автобусы, чтобы взять нас в транспорт и отправиться в Колпашево. И все нужно было с колес везде успевать. Там у нас не было таких пятичасовых пауз, все с колес в этот колокольчик, из колокольчика дальше. И мы выехали-то радостные все. Я последний приезжаю на переправу, смотрю, некоторых шатает, кто-то так слегка зеленоватый, оттенок кожи. В чем дело? Оказалось, у водителя одной, вот газели пассажирской, где ехало большинство, разгерметизировалась паяльная лампа, на которой на бензине работает. И все ехали, и часика полтора-два, ну, понятно? Кто-то говорит, все, нам плохо, мы больше уже не можем, скорее всего, спасать придется нас домой. Говорю, стоп-стоп-стоп, подождите. От этой точки до дома пять часов, до Колпашева два часа. Да куда мы поедем? Залез в салон, понюхал, все, ясно причина какая. Говорю, не надо, никакой домой ничего, дышите глубже свежим воздухом, все это пройдет. И все, мы приезжаем, но это не быстро прошло. Понимаете, Павел говорит, сила моя совершается в немощи. И я вот смотрю, с радостными лицами подростки выходят, там был такой сюжет, где они, дети играют там, и старый сапожник сидит, смотрит, а дети играют, и такой весело, хороводик там такой. Я думаю, ну-ну, если кто знал, сколько им сейчас нужно усилия внутреннего, мобилизовать себя, чтобы с радостным лицом детям не показать, что мы были зеленые там на переправе. Понимаете? И все это в радости, потом заканчивается, за ширму заходят, за вот эти, как они, за баннеры, и там на пол падают, лежат. А кто-то их откачивает, ветерком на них дует. Одну, вторую, так, сетричек смотрю. Саша там, Довченко, все сделал как надо, но он был в сильной немощи в то время. Положил вот так ноутбук, книжкой его развернул, чтобы не было сбоя там, а дело-то надо делать. Немощь ты не немощь, надо дело делать. Я встречал тружеников, которые говорят, я немощен, и все. И ничем его не поднимешь, ни ответственностью, ни призыванием к совести, все. А как только кончилось время ответственности, о, как здесь, за стол, все. Здесь я увидел, в маленьких, в подростках, в детях, это мужество, слава Господу. Это Бог нам дал. Лежали свои силы, кончались, а нельзя подводить. Хоть лежа, но делай дело Божье. Вы понимаете, написано, благодарение Богу, даровавшему нам победу. Победу-то Бог дал. Но знаете, победа от Бога приходит. А вот коня к битве готовят. И понимаете, церкви, то, что церковь вложилась в эту подготовку, когда нам на переправе говорят, и мы там не можем командовать свои условия ставить, они говорят, вот столько будет стоить, а у нас есть возможность залезть в конвертик и достать, пожалуйста, обратно, вот столько будет стоить, а у нас есть возможность залезть и сказать, пожалуйста. Это усилие всей церкви. Слава Господу, это Бог нам дал. И поэтому мы преодолевали, вот это вот у нас была возможность, преодолевать содействие сколько было. Мороз этот всем. И звание сибиряк здесь не работает. Мы звонили, что не пришли-то? Ну вот, мы же 34, 42, ветер, как мы придем? Я говорю, вы же сибиряки. Пауза. А мы-то тоже сибиряки, но где-то мы как сибиряки задрожали. Но как верующих нас Бог укрепил. Слава Господу. Поэтому христианин, оно выше, чем сибиряк. И сильнее. Слава Господу. Бог нам дал, возлюбленные, все эти морозы и все эти ветры преодолеть. С помощью Божьей мы получали такое подкрепление, о чем Роман напоминал. Поэтому, как здесь Бог еще дальше нас ободряет, Он говорит нам всей церкви, будьте тверды, непоколебимы и всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. И вот Россия уже в маленьком этом возрасте говорит, меня Бог сотворил. Кто-то скажет, брат Вадим, это не вся Россия, это только вот, кто ты видел. А вы знаете, мы в Новонекольском один раз с братом Игорем и с нашими сыновьями были в миссионерской поездке. И поехали с местными ягоды там набрать, как-то вот их жизнью соприкоснуться. И вот они нас на этом бронетранспортере местного такого, знаете, импровизации, едут обратно с ягоды. Кто там пьяные, кто такие, знаете, трезвые дети, и мы едем, ну, святые, между кабиной и будкой. А сынок мой говорит, папа, вся Россия здесь представлена в этом экипаже. Понимаете? Понимаете, друзья? И вот это заехала Россия, псыпалась вся с этого бронетранспортера. Мы успели только спрыгнуть, там кто-то под колеса, под гусеницы чуть не попал. Мы думаем, вот оно и есть. Вот и есть. А теперь мы видим, уже плод больший. Дети поднимают руку и говорят, меня Бог сотворил. Слава Господу! Когда мы были в этом колокольчике, вот когда в Колпашево, дети это интернат для детей, родителей которых лишили родительских прав, и кто-то сирот, и вот они вот так вот. И как раз весь этот спектакль о том, что есть Бог, который и о сиротах заботится. Когда эти детки выбежали с новыми сапожками, там их сапожник Бог благословил через него. И вот мы видим их счастливые лица. Воспитатели сидят, плачут, а дети очень живо и точно отвечают на вопросы, заданные по Библии, связанные с евангельской темой. Мы видим, что дети читают Евангелие, дети читают Библию, дети знают о Боге. И это усердие церкви, это плод. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Я хочу вместе с вами, горячо Бога, за этот успех, за эту победу поблагодарить и сказать, Бог, еще в нашей стране продли благоприятное время, еще нам дай дерзновение. Пусть умножится народ на этой земле, славящий Твое имя в истине, возрожденными сердцами. Вставший будем молиться. Аминь.